Добрый вечер на канале Абук ТВ. Большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Дом, в котором живет счастье. В Бресте открыли девятый дом семейного типа. На воселье отметили семья Андрея и Марии Козловых, а также шестеро их ребятишек. После масштабной реконструкции музей «Пятый форт» открыл свои двери для посетителей. Сегодня это полноценный музей с постоянной экспозицией, оснащенной уникальными предметами, редкими документами и мультимедиа-установками. Когда помочь можем только мы, неравнодушные люди. И только всем миром можем помочь. Непростая история борьбы с болезнью семьи полуторагодовалой Арины Рудницкой с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Первая партия российской вакцины «Спутник-5» уже в Бресте. Узнаем, как и где делают прививки от коронавируса и кто прививается первым. В эфире программы «Итоги недели» мы начинаем. Это сегодня на улице устойчивые плюса. 19 января в Бресте было по-настоящему морозно. Просто классика жанров. Крещение Господнее – крещенские морозы. Но внушительный минус – на улице не стал помехой для теплого, доброго и веселого мероприятия. Открытие нового дома семейного типа по улице Дубровской, 20А. На Василии отметили семья Андрея и Марии Козловых, а также шестеро ребятишек. Теперь их новый дом – двухэтажный благоустроенный коттедж, общая площадь которого порядка 200 квадратных метров. Это единственный дом семейного типа в Ленинском районе города, оснащенный безбарьерной средой, а также системой «Умный дом». Его строительство финансировалось из республиканского бюджета и обошлось без малого в 422 тысячи белорусских рублей. Кроме того, свыше 58 тысяч белорусских рублей выделили из городского бюджета на закупку мебели, бытовой техники и хозяйственный инвентарь. О новом доме для новой семьи – первый материал выпуска Ирины Кузьмича о новоселах и новоселье. Еще одна гордость Ленинского района – четвертый детский дом семейного типа. Просторный, уютный и светлый коттедж возвели строители по соседству с другим домом семейного типа. Дом площадью порядка 200 квадратных метров стал местом проживания большой дружной семьи. Своё счастье здесь обрядут шестеро ребят – четыре прекрасные девочки и двое смышленых мальчишек. В городе Бресте традиционно, мы в Крещенские морозы открываем уже девятый дом семейного типа. Первый дом был открыт в 2013 году по улице Воснецова на территории Московского района. Все дома, в принципе, построены по типовому проекту, они все аналогичны. Здесь просто немножко добавлены новые технологии, которые применяются сейчас в сфере строительства, и в том числе обеспечивают безбарьерную среду. И хочется отметить, что на территории города в этих девяти домах проживает более 60 детей, то есть мы можем еще принять дополнительно ряд деток в эти дома. День открытия дома семейного типа получился насыщенным и очень интересным. На веселом празднике было много подарков. Правда, к такому вниманию дети еще не привыкли, но с удовольствием принимали каждое проявление заботы от взрослых. Строительством этого дома завершилась программа, в целом областная, которая была рассчитана на то, что каждый ребенок, оставшийся в сложной жизненной ситуации, может быть устроен на семейные формы. Сегодня создана достаточная сеть для того, чтобы мы спокойно работали в этом направлении. Будем совершенствовать методическое сопровождение, материально-техническое содержание. Будем помогать этим семьям, как, в принципе, делали и раньше. Андрей и Мария Козловы – родители-воспитатели. К этому решению они подходили серьезно, понимая всю ответственность. У супругов есть двое своих дочерей, которые учатся в университете, а потому опыта воспитания у них хватает. Контакт с новыми детьми, причем со всеми, родителям-воспитателям удалось найти сразу. Ключики к их сердцам подобраны. Да и ребята достаточно быстро освоились и сегодня с удовольствием обустраивают быт. Мы готовы к этому. Трудности нас не пугают абсолютно. Готовы материально и физически, и духовно в том числе. Хочется, конечно, подарить этим детям любовь и заботу, потому что детки отделены. Хочется, чтобы больше было в жизни у них радости, позитива, наполнить их, как говорится, маленькие души любовью. И, как говорится, выгнать оттуда этот негатив, который там был. Дети по своей сути коммуникативные, а потому найти общий язык друг с другом оказалось несложно. Несмотря на разницу в возрасте, ребятам от 5 до 13 лет в новой семье им интересно и весело. К слову, скоро у новоселов произойдет еще одно важное событие. У двоих детей, двойняшек Димы и Настя, два величественные, массивные, удивляющие свои 14 лет. Для ребят это новый этап жизни, наполненный радостными моментами, потому что они будут проходить его вместе. Брест, новые перспективы, новый город, большой город, семья отличная, все вообще прекрасно. Без брата я бы не знаю, брат это родное, он всегда будет с тобой и поддержит в трудную минуту. В большом доме уютно обосновался и кот Шпуня, которого по традиции запустили в новый коттедж первым. И его друзья попугай тоже и западно-сипирская лайка по имени Грейс. Первый раз, да, были такие вот сомнения, то что боялся, страх был. Ну вот когда уже прошло вот так много времени, я уже со всеми животными подружился. Я со всеми подружился. Мне нравится здесь, потому что здесь классно, много можно узнать, поехать в другие страны и хорошо знать все. Веселый праздник завершился большим чаепитием за праздничным столом. Возможно, это станет новой семейной традицией – собираться вместе, чтобы согреться не только теплым чаем, но и добротой друг к другу. Это форма воспитания, домашнего семейного воспитания, она уже прижилась в городе Бресте, прижилась в Республике Беларусь. И, наверное, самое главное, что, наверное, хотят видеть родители, это чтобы через 20-30 лет эти детки, которые закончат обучение, воспитание в этих домах семейного типа, уйдут в взрослую жизнь, пришли и родителям сказали огромное спасибо за то, что вы нас воспитали. Ирина Кузьмич, Эдар Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. И еще одно открытие этой недели. После масштабной реконструкции в областном центре открыл свои двери для посетителей обновленный музей «Пятый форт». Реконструкция объекта велась при финансовой поддержке союзного государства, проходив в два этапа. И то, что получили авторы идеи на выходе, их приятно удивило. Теперь «Пятый форт» не только уникальный элемент оборонного зодчества, сохранившегося до наших дней, но еще и полноценный музей с постоянной экспозицией, оснащенной уникальными предметами, редкими документами и мультимедиа-установками. В церемонии торжественного открытия принял участие министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, представители городской вертикали власти, дипломатического корпуса, сотрудники и администрация мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой», составной частью которого и является обновленная экспозиция. Материал с открытия музея «Пятый форт» подготовили наши корреспонденты. Величественный, массивный, удивляющий своей первозданностью и стариной «Пятый форт» вновь открывает свои двери для увлеченных историей посетителей. В порядке 20 лет комплекс, как составная часть мемориала «Брестская крепость-Герой», принимал на своих просторах экскурсии разного уровня. Время пандемии, пока посетителей было существенно меньше, администрации и сотрудники учреждений использовали для того, чтобы вдохнуть в филиал новую жизнь. Практически каждый день строительных работ приносил самые разные находки. Под слоями штукатурки обнаруживались уникальные надписи, находились предметы разных эпох. Так по крупицам удалось воссоздать быт и уклад тех, кто стоял на обороне рубежей здесь много лет назад. Это огромный коллективный труд. Без того взаимопонимания между сотрудниками, между всеми сторонами, участвующими в реставрации музеификации «Пятого форта» невозможен был бы хороший результат. Поэтому, конечно, есть еще к чему стремиться. Есть что дальше осуществлять по «Пятому форту». У нас, мы всегда говорим, что это только первый этап. Торжественное открытие обновленного филиала – особенно знаковое событие в год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом говорили участники церемонии. За 20 лет существования музей посетили более 100 тысяч гостей. И эта цифра может быть существенно выше, уверен мэр города Александр Рогачук. Сейчас для этого на подъезде к объекту реконструируется дорога. Со временем будет проведено комплексное благоустройство. Потенциал этого объекта – это не те 100 тысяч, которые мы за 20 лет здесь только собрали. Я думаю, что это практически половина потенциала всех посетителей самого мемориала Брестской крепости. Примерно в таком соотношении. Поэтому я хочу поздравить всех с этим замечательным событием. Не перестаю восхищаться, Григорий Григорьевич, вашим коллективам, как вы можете адаптировать современные музейные подходы к современному восприятию. Кажется, совсем недавно вы открыли замечательный, кто там еще не был, обязательно сходите, музей Восточный форт, обороны Восточного форта. Он уникален сам по себе. И я не сомневаюсь, что эта экспозиция, которую мы сейчас увидим, она тоже будет очень-очень уникальна. Ключевой момент – передача ключей от объекта его хозяева. И вот уже первая экскурсия отправляется в путь по залам. В шести отапливаемых казематах прослеживается богатая история фортификации на Брещене. От самых первых объектов до тех, что сохранились поныне. Сотрудникам комплекса удалось не только подобрать аутентичные предметы, редкие документы, но и воссоздать отдельные сцены из жизни военнослужащих. Например, показать, как выглядели казармы или воздушная флотилия. Макет воздушного шара занимает одно из ведущих мест в экспозиции. Удачно дополнили элементы старины мультимедийной установки, которые не просто помогают лучше понять происходящее событие, но и делают экспозицию более интерактивной. Мы просто обязаны вести работу по восстановлению фортов Брестской крепости. И сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Мы сегодня прошли, увидели прекрасную экспозицию и ту колоссальную работу, которая была проведена на протяжении трёх лет. Серьёзные средства были изысканы в бюджете союзного государства. Общая сумма порядка 1 миллиона 653 тысяч рублей. Далевое участие двух государств – Беларусь, Россия. И мы понимаем, что эти средства, они вложены очень правильно. Они вложены в наше историческое прошлое. Они вложены в память наших людей о тех страшных событиях, которые происходили здесь, на этой территории. Во время реставрационных работ внимание было уделено и другим объектам. Фасады казармы и капонир были очищены от мха. Стены защищены специальным консервирующим составом. Загорелся свет в отдельных тоннелях. Эта реконструкция стала одним из этапов, но результат уже впечатляет. Очень важно, чтобы данные места посещались нашей молодежью, нашими ребятами. Те, теми, кто должен увидеть своими глазами, через что прошлось пройти нашим защитникам Отечества, чтобы сегодня на нашей земле было спокойное, мирное, красивое небо, чтобы мы строили планы на будущее и, безусловно, развивали нашу любимую Республику Беларусь. То, что пятый форт – один из наиболее сохранившихся фортов, это, конечно, было нам большим плюсом, потому что мы смогли все наиболее интересное вытащить. Получили на выходе, я считаю, интересную экспозицию, которая у нас размещается не только в шести казематах горжевой казармы, но и еще у нас фрагментарно, точечно сделана экспозиция в других частях фортификационных сооружений и не только внутри, но еще экстерьерная экспозиция у нас включает несколько точек на территории пятого форта. Вот поэтому мы как можно больше задействовали на территории пятого форта объектов, чтобы разноплановое было впечатление посетителей от и внутренних помещений, и от территории. Музей «Пятый форт» начинает работу и будет открыт со вторника по воскресенье с 9 до 18 часов. В гости ждут как индивидуальных посетителей, так и организованные экскурсии. Со временем, если будет такая необходимость, городские власти планируют пустить сюда общественный транспорт. Наша программа «Итоги недели» нередко становится площадкой обмена мнениями, интересными фактами и более глубоким осмыслением происходящих событий. Но в этот раз мы бы хотели поговорить еще и о другом, более сокровенном и насущном. В нашу редакцию обратилась брещанка Екатерина Рудницкая с просьбой о помощи. Не так давно стало известно, что ее маленькая дочь Арина тяжело больна. Неутешительный диагноз – спинальная мышечная атрофия – не дает девочке развиваться полноценно наравне со сверстниками. Страшен не только диагноз – велика сумма, в которую может обойтись не просто счастье ребенка, а его жизнь – 2,5 миллиона долларов. Именно столько стоит один флакон вакцины, который должен остановить атрофию мышц и дать малышке шанс выжить. Непростая история борьбы ее герои прямо сейчас. Такая маленькая и такая смышленая. В свои полтора года Арина Рудницкая без труда различает формы и цвета, с удовольствием собирает с родителями домики и башни, но быстро устает. Слабость в мышцах не дает девочке покоя и вновь и вновь вынуждает брать себя в руки и делать то, что просят мама и папа. Сейчас это особенно важно. Если девочка не будет активно двигаться, тело начнет постепенно окаменевать. И дальше каждый поворот и подъем руки будет даваться все сложнее и сложнее. Никаких даже намеков на то, что что-то может быть не так. Все анализы ребенок запланированы, пропиты витамины, все скрининги нормальные, оценка по Абгару природы естественная, все хорошо. Высокая оценка в природах и тому, конечно, предполагать какие-то страшные вещи мы не могли. Появление Арины для брещан Екатерины и Артема Рудницких было особым событием. Девочка была долгожданным прибавлением в семье, где уже подрастал мальчик. О том, что малышка может быть больна, родители не догадывались долго. Арина осваивала разные навыки и шла практически в ногу со сверстниками. Ближе к году, вместо того, чтобы делать первые шаги, малышка перестала ползать, стала быстро уставать. Родители забили тревогу, обратились к лучшим медикам и услышали приговор. У Арины спинальная мышечная атрофия второй степени. При отсутствии лечения ребенок с таким сложным диагнозом сначала теряет двигательную активность в ногах, руках, потом атрофируется тело, мышцы глотания и, наконец, дыхание. При этом дети все чувствуют и все понимают. Это спинальная мышечная атрофия. Я открываю интернет, телефон, я читаю. Первый тип. Дети не доживают до двух лет. Второй тип, который ставят ей, не доживают до совершеннолетия. Я дальше читать ничего не могу. Я не могу вникать уже ни в такие подробности, от чего, как. Потому что это мой ребенок, здоровый, мой нормальный, хороший ребенок. Все, что на данный момент остается родителям, это заниматься поддерживающей терапией. Параллельно они открыли сбор на лечение малышки. Сегодня в мире существует уникальный препарат, одна инъекция которого восстанавливает такое трагическое развитие. И чем раньше ребенок его получит, тем раньше его мышцы вернутся в более привычный тонус. Мы понимаем, что один из самых лучших вариантов сейчас, на текущий момент для Арины, это препарат Золгинсма. Потому что это укол, который болится один раз на всю жизнь. То есть не ежегодно, несколько раз в год, есть шанс, как что один раз в онколов данный препарат, ты забудешь, может быть, да, такое не забывается, но забудешь об заболевании всегда. Будет какие-то улучшения, да, но чем дольше ждать, тем функции не теряются двигательные. И это уже может быть потеря необратимая. Сейчас пока ребенок еще в относительно нормальном состоянии, то есть все, что у него сейчас есть, это все сохранится, как только начнется лечение. Ну и плюс он будет немного сильнее. И ногами она пока двигать еще может, грубо говоря. Возможно, она даже пойдет. В свой год с небольшим Арина уже борец. Каждый прожитый день для нее это победа. Победа на фронте, где противник страшный недуг, желающий сломить не только здоровье, но и волю. Не падают духом и родители. Екатерина и Артем не намерены сдаваться. Они решительно настроены идти до конца. С поддержкой близких и всех неравнодушных людей. С детьми я стараюсь держаться. Я понимаю, что им нужна крепкая опора. И скрываю свои эмоции. В декабре, может быть, это было тяжело, но я уже настроилась после того, как развернулась эта компания, и рекламная компания по поддержке, когда подключились к нам эти волшебники-волонтеры, которые помогали перед этим и другим детям со СМА, Данику и другим девочкам в сборе. И смотришь, если раньше воспринимал эту сумму, два с лишним миллиона долларов, ну, согласитесь, это что-то недосягаемое, это нереальное. А теперь вот смотришь, сколько людей откликаются. В Белоруссии, я понимаю, без поддержки россиян, в России у нас много знакомых, там все подключились, без поддержки всего мира, из-за границы, отклики, и все это, все это идет. Я понимаю, что только поддержка добрых, неравнодушных людей помогут спасти Арину. Сумма в 2,5 миллиона долларов кажется на первый взгляд заоблачной, если не вдаваться в математику. Но если 2,5 миллиона белорусов из почти 10-миллионной страны перечислят хотя бы по 3 рубля, сбор можно будет закрыть за несколько дней. Я обращаюсь к каждому из вас. Пожалуйста, помогите спасти мою дочь. 3 рубля положено на расчетный счет или на номер телефона. Это, кажется, незаметная капелька для вас, но в общей массе это огромная помощь для нашей семьи. Мы будем благодарны каждому из вас. Счета для помощи Арине Рудницкой созданы в нескольких банках, открыт интернет-кошелек на ресурсе Яндекс.Деньги. Поверьте, что даже 3-5 рублей, оставленные здесь, пойдут не просто на лечение, а на спасение маленькой девочки, которая очень хочет жить. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном, о том, что волнует каждого из нас. Прошло уже больше года с того момента, как о новом вирусе под названием COVID-19 узнал весь мир. Но мы говорим о своей стране. С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 235 859 человек с этой опасной инфекцией. За эти сутки прирост 1748 пациентов. Показатели уменьшаются. Но остается страх. Страх заразиться. На этой неделе в Брест привезли первую партию российской вакцины «Спутник-5». Из всех вариантов борьбы с коронавирусом, как уверяют эксперты, самым эффективным является вакцинация. Первыми уже вакцинируют медицинских работников. Именно они – уязвимая категория людей. Они ежедневно рискуют примерить вирусную корону на себя и принести ее домой. На данный момент прививочный пункт организован на базе Брестской центральной поликлиники. Давайте посмотрим, как проходит вакцинация. В областном центре организована работа по иммунопрофилактике против ковида с 20 января. Первые обрещания, которые проходят процесс иммунизации, избавляют себя на долгие месяцы от перспективы заболеть коронавирусной инфекцией – медики. Помогая больным и проводя много времени в учреждениях здравоохранения, они ежедневно рискуют заразиться. А потому вопрос, кого поставить в очередь за получением дозы российской вакцины «Спутник-5» не стоял. Наше учреждение начало прививать медицинских работников учреждений здравоохранения, которые у нас являются группой риска по инфицированию коронавирусной инфекцией. И в первую очередь прививаем этот контингент. Данный вид вакцины новый, мы с ним ранее не работали. Это векторная вакцина, которая заставляет работать клеточный и гуморальный иммунитет. Первая и пока единственная партия вакцин поступила в Брест в количестве 1200 доз препарата. Процесс иммунизации проходит в два этапа. Сначала вакцинируют первым компонентом, после истечения трех недель – вторым. Благодаря вакцине уже через 2-3 недели у человека появляются антитела, которые станут отличной защитой от COVID-19. Правда, у данного вида вакцины есть противопоказания. Противопоказано введение при беременности, кормлении грудью, при обострении хронических заболеваний, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний. Если в анамнезе у человека была аллергическая реакция на введение иммунной вакцины, либо тяжелой аллергической реакции. Ну и, естественно, в данном виде вакцины имеется такой пункт, противопоказано, пока лицам до 60 лет. Вакцина хранится в холодильнике при температуре минус 18 градусов. Перед тем, как проводить процесс иммунизации, препарат необходимо разморозить при комнатной температуре. В одной ампуле находится 5 доз, а значит, рассчитана она сразу на 5 человек. В числе группы, которая получила свою дозу российской вакцины «Спутник Ви» – младший медицинский работник Брестской областной клинической больницы Галина Ханова. Женщина без волнений прошла процедуру, понимая, почему это важно. Для здоровья, чтобы свое сохранить, чтобы родных не заражать. У нас в нашем отделении очень много переболело сотрудников, но вот мы пока не заболели, то решили привиться. Пока вакцинацию проводят только в Брестской центральной поликлинике, но в скором времени в областном центре будут организованы и другие привычные пункты. После вакцинации медицинского персонала на очереди стоят другие группы риска – работники образования и органов социальной защиты. Вакцина прошла испытания в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь и только после этого поступила в организацию здравоохранения для начала иммунизации. По информации министра здравоохранения Республики Беларусь в средствах массовой информации всех желающих начнут прививать ориентировочно в апреле. К слову, в Бресте и Брестской области уже стали записывать желающие сделать прививку от коронавируса. Списки нужны для того, чтобы уточнить количество необходимой вакцины. При введении этой вакцины в течение двух-трех недель развивается иммунитет и достаточный иммунитет сохраняется в течение шести месяцев, то есть полгода. А к восьми месяцам он такой умеренный становится, но и до года ослабевает. То есть в принципе выработка иммунитета сходна так же, как и при использовании вакцины против гриппа. Поэтому по всей видимости в ближайшей перспективе с этой коронавирусной инфекцией мы еще будем жить. И люди будут, кто-то будет болеть, кто-то будет прививаться и только таким образом будет вырабатываться коллективный иммунитет. Пока в Беларуси прививают только граждан, которые находятся в группе риска и пока только вакцины российского производства «Спутник Ви». Но в скором времени появится альтернатива. Да, пандемия, как одно из самых актуальных явлений 2020-го, стала своего рода испытанием для медиков. Причем это касается не только непосредственно поликлинического и амбулаторного наблюдения. Подстраиваться под вызовы пришлось и здравницам. И если в апреле люди с настороженностью смотрели на путевки, то ближе к лету в санаториях и оздоровительных комплексах наблюдался настоящий ажиотаж, который ощущается и по сей день. Понимая, как непросто многие возвращаются к нормальной жизни после перенесенной коронавирусной инфекции, ряд учреждений разработали и внесли в свои программы оздоровления комплекс реабилитации. Как сегодня он реализуется на базе санатория «Солнечный», наша съемочная группа смогла узнать, побывав в здравнице в рамках пресс-тура. Все подробности прямо сейчас. Санаторий «Солнечный» – одно из тех учреждений, которые для брещан находятся, можно сказать, в шаговой доступности. Меньше 10 километров отделяют оздоровительные комплексы черты областного центра. Эту здравницу можно смело назвать уголком исконно белорусской природы. Хвойный лес плотно окутал корпуса и заключил их в истинно зеленый природный уголок. Вы уже видите, что в солнечном всегда солнечная погода. Даже сегодня, в такой легкий морозный день, солнышко пригревает. И мы имеем возможность получить и солнечные ванны, одновременно с тем, что здесь очень чистый воздух, напоенный фитонцидами в Сосновом Бару и далеко от больших трасс автомобильных. Реабилитация после коронавирусной инфекции начинается уже с первых шагов по территории. Богатый фитонцидами лесной воздух хорошо сказывается на работе легких. Немалое внимание уделяется диетотерапии и фитотерапии. Сила природы здесь гармонично используется для восстановления физических и душевных сил. Выбор фито-чая достаточно широк и разнообразен. У нас их до семи видов, которые есть вывод холестерина, общие укрепляющие витамины. Также успокоительная, самая пользуется популярность у нас. А для ценителей вкуса подойдет минеральная вода, добываемая прямо на территории солнечного, и кислородный коктейль. Комплексная работа по восстановлению после коронавируса всегда сконцентрирована на реабилитации органов дыхания. Именно поэтому ингаляции в последние пару месяцев пользуются в санатории солнечной особой популярностью. Дополняют этот метод процедуры галлотерапии, отдых в соляных комнатах и аромолечения. Приезжая к нам, попадают сразу на прием к врачу. Врачи на приеме подходят ко всем индивидуально. Ну, понятно, что они смотрят выписки, документы, изучают, собирают подробно анамнезу отдыхающего, что, где, чего. Беспокоят зачастую не только постковидные, но есть и какие-то хронические обострения, хронических заболеваний. Подходим ко всем индивидуально. Для тех, кому нужно, что называется, прогнать кровь, электро- и магнитолечение, а приятным дополнением в качестве психологической и физической разгрузки станет посещение бань, сауны и бассейна. А большие окна, открывающие вид на удивительную природу, создают в глубине души атмосферу умиротворения и покоя. Выбирают санаторий солнечной в качестве площадки для отдыха люди разного возраста. При этом акцент администрации комплекса сделан на семейный отдых. Комфорт и дружескую обстановку здесь ощутит и ребенок, и взрослый. Для этого на базе корпусов существуют комнаты отдыха и игровые. Вообще, как бы, все процедуры и все оборудование довольно новое. Отношения, персонала, кухня вполне приличная, есть выбор. Так что, у нас коттедж, все отлично, все работает, все хорошо. Дети и родители могут насладиться обществом друг друга. Дети постоянно заняты. У нас есть ипотерапия, и лечение прогулки с собачками, которые успокаивают деток, дают им развитие, новые навыки. Эстетически влияют на взрослых, потому что действительно это красиво, это здорово, когда человек общается с животным миром. Очень много процедур для детей, индивидуальное питание. Порции очень хорошие, родители очень довольны, дети набирают вес, дети счастливы, потому что вечерами они заняты с культурно-массовыми работниками. Индивидуальный подход в санатории «Солнечный» чувствуется во всем. И самое главное – в подходах к расселению. Любители компании ожидают комфортные номера с разным количеством мест. Кроме непосредственной мебели, комнаты оборудованы необходимой бытовой техникой, что особенно оценят мамы с детьми. Для ценителей комфорта на территории 8 коттеджей, где каждый желающий сможет уединиться и побыть один на один со своими мыслями. Вы знаете, можно все приобрести, и оно все будет абсолютно одинаковым. Проживание, питание, процедуры. Но очень ценится радушие и добросердечность сотрудников. Поверьте, что вы не останетесь незамеченными, если будете отдыхать у нас в санатории. Вас будут помнить по имени, к вам будут приходить, интересоваться, как ваше самочувствие, что вам нравится, чем вы не очень довольны, чего бы вы еще хотели получить. И очень многие пациенты и наши отдыхающие приезжают именно потому, что здесь их помнят. Как корабль назовешь, так он и поплывет, говорит народная мудрость, которая действительно применима к отдыху в санатории «Солнечный». Здесь всегда солнечная атмосфера, теплое окружение, дружеское общение отдыхающих с каждым из сотрудников. А еще гармония, которую дарит диалог с животными. В зооуголке любой отдыхающий может познакомиться с дружелюбными козами, лабрадорами или оседлать мощного скакуна. В конюшне живут две очень умные породистые лошади. И это только часть уникального мира отдыха, который рада гостеприимно предложить сотрудники санатория «Солнечный» в самом ближайшем пригороде Бреста. Уютно, тепло и комфортно может быть даже рядом с домом. В календаре значимых дат есть международный праздник, который появился всего два года назад – День образования. Его отмечают 24 января. Учредила этот день ООН, чтобы поддержать в обществе стремление о владении новыми знаниями и навыками. Нет, мы не будем сегодня говорить об учащихся, планируя материал. Решили немного покреативить и рассказать о тех, кто обучает школьников и сам постоянно учится. Учится мыслить по-новому, учится принимать новые решения, учится новым технологиям, учится понимать своих воспитанников. Да, речь пойдет об учителях, которые, закончив вузы, пришли в свои школы и сегодня преподают и руководят коллективами. А реализовать нашу идею помогли специалисты управления по образованию администрации Ленинского района. Именно они рассказали о тех выпускниках, чьими именами они гордятся. Воплощение нашей задумки в материале Ирины Кузьмич. Сколько профессионалов своего дела выпустили педагоги Брестских учреждений образования? А сколько имен своих выпускников они произносят гордо? Их очень много, но точных цифр не знает никто и вряд ли кто-то подсчитывал. И мы математическими расчетами заниматься не будем, но уверены, что стали они такими благодаря учителям. Учителям с большой буквы, которые сегодня для многих нынешних педагогов являются путеводной звездой. В Ленинском районе таких людей очень много и мы ими гордимся. И я хочу сегодня назвать только несколько фамилий, которых наверняка знают бывшие ученики среднего возраста, старшего возраста. Это Зубец Антонина Васильевна, это Бощук Антонина Васильевна, это Журавлева Зинаида Сергеевна, которая, кстати говоря, единственная в Республике Беларусь в свое время получила звание заслуженный учитель БССР, будучи старшей пионерской вожатой. И это лишь толика тех, кем гордятся. Среди них Оксана Голубева, выпускница средней школы номер 18, которая в свою альма-матер вернулась директором. Этот статус накладывает ответственность, ведь руководить школой, которую закончил, очень почетно. Я выпускница этой школы, и вот через 25 лет пришла руководить 18-й школой, любимой моей школой, единственной моей школой, поэтому и очень люблю, и стараюсь делать ее домашней, создать атмосферу тепла, уюта, ту атмосферу, которая когда-то царила в мое детство, сохранить те традиции, приумножать, конечно, современные, инновационные, развиваться, делать современной эту школу. Так поступают все педагоги дружного коллектива средней школы номер 18, создавая тем самым особую атмосферу в учреждении. Полсотни учителей, 75% из которых имеют высшую квалификационную категорию, приносят в школу новые идеи, направления и методы. Благодаря такой гибкости, современности и профессионализму коллектива средней школы номер 18, ее часто называют настоящей кузницей кадров. Многие выпускники этого учреждения со временем занимают высокие должности и отлично руководят. Начальник управления по образованию Ленинского района города Бреста Татьяна Алексеевна Савич именно стартовала в своей педагогической карьере именно в 18-й школе. Анатолий Михайлович Носков сейчас возглавляет отдел образования Брестского горосполкома, тоже выходит из 18-й школы. Если говорить о нынешних директорах, которые возглавляют учреждение образования, можно сказать, что Ершова Елена Владимировна, директор 16-й школы и ее команда, кстати, заместители директора Екатерина Андросюк и Ливанчук Виктория, они выходцы с нашей школы, наши учителя. Эти талантливые управленцы в своей работе придерживаются принципа чтить традиции, но при этом не забывают шагать в ногу со временем. Так, в Управлении по образованию администрации Ленинского района в ноябре 2020 года было принято решение о создании телеграм-канала под названием «Образование Ленинского района города Бреста». На данный момент число активных читателей уже достигло 560 человек, и это хороший результат. Начальник управления по образованию Татьяна Алексеевна Исавич предложила создать такой канал. Мы, конечно же, согласились, но и понимали, что это большая работа. Информации много, информация различная, и одному совершенно это не справится, не под силу. Поэтому у нас 9 администраторов. Мы выкладываем информацию, которую нам подают учреждения образования, о самых значимых, интересных событиях учреждений. Мы знакомим общественность с тем, что наши учреждения занимаются не только учебным процессом, но также и воспитательными моментами. В телеграм-канале есть несколько рубрик, которые могут быть полезны как детям, так и их родителям. Такой подход помогает интересно и оперативно делиться информацией о происходящем в сфере образования Ленинского района. К слову, в скором времени такому подходу последуют и другие учреждения образования города. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение Бук-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. До встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин